Второе у нас сообщение. Пожалуйста, особенности лечения онкологических больных Кабардино-Болгарской Республики в период пандемии коронавирусной инфекции. Азамат Махединович. Приветствую вас, коллеги, президиум. Хочу представить вашему вниманию доклад об особенностях лечения онкологического контингента больных в Республике Кабардино-Болгарской Республики в период пандемии коронавирусной инфекции. Ни для кого не секрет. Я думаю, все знают нашу республику с той стороны, что это курорт, большой курорт, который располагает большими возможностями. Многие, наверное, бывали, отдыхали, но тем не менее там проживает чуть меньше 900 тысяч человек. Это местное население пополам сельского и городского типа. Соответственно, эти люди получают помощь, в том числе и онкоурологического характера. Вот мы по динамике населения можем наблюдать, что с 2003 года был резкий спад количества и примерно на уровне 850-870 тысяч находится на сегодняшний день население республики. На это население у нас предусмотрено урологических коек. Я распределил по больницам. Это республиканская больница 30 коек, городская вторая 45 коек, межрайонная многопрофильная больница 25 коек. И на это же количество населения у нас три центра амбулаторно-онкологической помощи, которые были открыты по факту в последние три года, самые первые, наверное, четыре года назад. Больные онкоурологического профиля у нас получают помощь на базе хирургического отделения онкологического диспансера. То есть отделения отдельного нету. Один оперирующий специалист и консультанты в поликлинике. Хотел на этом слайде заакцентировать ваше внимание. Как все знают, это известный слайд, он доступен в интернете. У нас прошло четыре волны коронавируса, и с каждой волной количество пострадавших увеличивается. Но согласно данным, которые нам предоставляют инфекционисты, по прогнозам, которые нас в будущем ожидают, это вот эти четыре волны, это самая первая волна основная, и дальше на протяжении 15-20 лет, скорее всего, мы будем опять сталкиваться с волнами коронавируса, с новыми мутациями. И количество жертв, которые сейчас мы получили, к сожалению, скорее всего, в будущем будет увеличиваться. Соответственно, после первой волны коронавируса, первую у нас закрыла старая городская больница, на базе которой был самый большой коечный фонд урологический. Следующие три волны, вторую, третью, четвертую, это чуть более года полностью весь диагностический потенциал республики был возложен на республиканскую больницу, которая у нас занимается в основном экстренной помощью, и диагностика ранее не была предусмотрена. Плюс закрылся один центр амбулаторной онкологической помощи, онкологический диспансер продолжал работать в том же режиме, хотя первую волну на Иннокаке по всей России случались ситуации, когда отделение одно, либо вместе несколько отделений закрывались на карантин. То есть это двухнедельный карантин, официально регламентированный, когда распускали всех врачей, они находились дома на карантине, пациенты, которые присутствовали в отделении, также две недели находились на карантине. Это серьезно нарушило сроки лечения, алгоритмы, и вот я постараюсь это отобразить далее. И примерно с марта, апреля в этот период, и по сегодняшний день у нас опять функционирует урологическая служба в полном объеме, и центр амбулаторной онкологической помощи тоже к нам вернулся. Это я попытался вам рассказать, что за этот период у нас в диагностике случилось. В диагностике именно онкологической. За этот же период, вот можно посмотреть именно по нашей республике, в интернете это все доступно, за периоды сколько человек погибло, сколько человек заразилось коронавирусом, сколько выздоровело. Вот я отобразил динамику по заразившимся, выздоровевшим и погибшим. Мы видим, что графики примерно совпадают, то есть, как и говорилось ранее, третья-четвертая волна, наибольшее количество жертв. Вот здесь сублимировано, отображено на 1 февраля 2022 года данные по республике. Хотел, опять-таки, рассказать немного о том, какой путь конкретно у нас в республике проходит пациент, если у него появились специфические жалобы и заподозрена какая-либо онкологическая патология. Больше акцентироваться я буду на раке пристательной железы, на раке почки и на раке мочевого пузыря. Это статистически более значимый контингент в нашей республике, они учитываются. К сожалению, другие более редкие патологии, это яичко, половой член и другие локализации, они в последние три года, в период пандемии, в национальных статистических отчетах не числились, как республике, так и по России. Поэтому я их не отобразил. Пациент с жалобами обращается в поликлинику. Внизу я перечислил причины некоторые, я думаю, они всем известны, не нужно все перечислять. То есть обратился к участковому урологу, на этом этапе минимальный срок, его обследование занимает 14 суток, бывают разные ситуации и больше. После чего его отправляют в стационар, опять-таки в те урологические отделения, которые я перечислил, для выполнения там верификации диагноза, не касается рака почки. Это мочевой пузырь, предстательная железа. После чего ожидание гистологического результата и дача выписки. Это 10-14 дней, как отображено. Потом идет опять момент записи пациента к урологу, который должен выдать ему направление в онкологический диспансер, либо, если у него есть уже гистологическое заключение и выписка, он может обратиться напрямую в онкологический диспансер. Именно такая опция чаще всего начала использоваться ввиду необходимости в период пандемии. Внутри онкодиспансера пациент, попадая на прием к онкологу, те исследования, которые у него не были проведены дополнительно, проводятся, то есть стадирование процесса, МРТ, КТ, общие анализы, после чего пациент приставляется на клинико-диагностическое бюро, которое с 2015 года у нас присутствует, где решается вопрос о лечении пациента первично. И вот эта полоса препятствий, о которой пациент не подозревал, она примерно, вот я взял максимальный срок, это 86 суток, это очень длительный срок, и насколько мы знаем, вот опубликованы были исследования по раку почки, и смена стадии в среднем при раке почки происходит от 2,5 до 4 месяцев. И эти сроки, они иногда позволяют, наверное, оправдать эти сроки. Но, к счастью, скорее всего, большинство пациентов у нас повторяет вот этот путь. Это минимальный срок попадания от поликлиники на операционный стол, либо к химиотерапевту. Тяжело оценить, сколько реально у каждого пациента проходит времени, и вот часто в литературе встречается термин «миграция стадий». Скорее всего, в ситуации пандемии как раз это имело место. Кроме того, хотел отобразить те ограничения, их на самом деле очень много, которые были введены за четыре волны коронавируса, они по всей России вводились, в том числе и в нашей республике. Это ограничения на передвижение, это обязательная вакцинация всех госслужащих, обязательная вакцинация определенных категорий граждан. Эта организация работы, она была по-особому устроена и довольно часто затрагивала интересы больных, как в сроках обследования, так и в получении лечения, в своевременности его получения. Первая волна, если кто-то помнит, ввиду нераспространения коронавирусной инфекции, были введены законодательно запреты на допуск иностранных товаров и приостановление срока заключения контрактов. Когда результаты уже начали, негативные результаты начали сказываться на лечении пациентов, буквально через три месяца был другой указ, который был абсолютно противоположный тому. Кроме того, насколько мы знаем, все перешли на дистанционный режим, который распространился повсеместно. Онлайн-консультации появились, это, с одной стороны, открыло возможности для своевременного решения определенных вопросов, но, с другой стороны, отстранило во многом врачей от пациентов. Кроме того, были введены штрафы на передвижение, присутствие в общественных местах и другие меры ответственности за нарушение этого режима. Это все, мне кажется, послужило ограничительными мерами в получении пациентами своевременного лечения. Нерабочие дни, которые ранее тоже упоминались, это те же карантинные мероприятия и так далее. Я здесь в динамике постарался в цифрах конкретно выразить контингент по трем основным локализациям – предстательная железа, почка, мочевой пузырь. Если акцентироваться на последних трех годах, то можно увидеть спад контингента значительный, при том, что в предыдущие годы у нас происходил значительный рост. То есть каждый год у нас прибавлялось от 100 до 150, а то и 200 человек в количестве. И если сюда добавить еще редкие патологии, которые в основном незапущенный характер имеют, обращаются на первой-второй стадии, то эта цифра будет значительно выше. То мы видим, что в период пандемии контингент сократился. Если более детально разобрать, как с 2018 по 2021 год это все происходило, также можно заметить, что роста значительного, который был ранее, не произошло. Если взять по локализации, здесь наиболее интересно. Вот обратите внимание, сиреневый столбик справа крайний – это 2021 год. Он у нас отличается, это период, на который на сегодняшний день наиболее сильно повлиял андемия. И учтенных пациентов у нас стало значительно меньше. Почему это произошло? Постараюсь дальше мысль не потерять. За этот период активно выявленных пациентов, за 2018-2021 год, Опять-таки, если сравнить по локализациям, обратите внимание на правый график, здесь у нас видно, что практически исчезла диагностика рака пристательной железы. Рак мочевого пузыря примерно на том же уровне, в то время как по России динамика была не столь значительная. Летальность на первом году после установления диагноза. Вот очень важный показатель, по которому, опять-таки, видно, что она за этот период выросла. Вот в случае предстательной железы, обратите внимание, с правой стороны картинка синего цвета у нас 2018 год, а сиреневый цвет – это 2021 год. Более чем в 2,5 раза то же самое наблюдается с почкой, с мочевым пузырем ситуация чуть получше. По России это крайне правый рисунок – это предстательная железа. Я взял именно предстательную железу, потому что здесь наиболее значимые отклонения, которые являются показательными. Но если обратиться к графику по верификации, то мы видим, что никаких сдвигов не произошло. Почему? Потому что во время первичного обращения обязательным является гистологическая верификация. Без этого на лечение пациент не поступает. Кроме того, я сравнил показатель диагностики злокачественных новообразований за этот период по локализациям. Вот по предстательной железе, по стадиям, мы видим, что за 4 года у нас сместилось в пользу 4 стадии. Это опять-таки показывает о том, что, скорее всего, это те пациенты, которые первые 2 волны ковид не были диагностированы как 1 стадии, как 2 стадии, как 3 стадии, а были диагностированы в 2021 году как 4-3 стадии, то есть более запущенные. То же самое примерно у нас наблюдается по почке. Нет, с почкой, вернее, у нас ситуация не такая запущенная. И по мочевому пузырю у нас, можно сказать, обратная ситуация. Стало первых стадий больше, чем других. То есть более ранее, можно сказать, диагностика произошла. И вот возвращаясь к тому слайду, который я ранее показывал, то, что эти изменения произошли за 4 волны ковид, вспоминая те данные, как примерно воспринимались с нами эти волны. То есть первая волна был страх, в основном все акцентировались на заболеваемости и смертности. А вторая волна — нехватка средств на экстренные состояния, закупалось большое количество кислородных концентраторов. И в заключение, вот все, что я перечислил ранее, хотел сублимировать. Долгий путь пациента, то есть он стал еще дольше за счет ограничительных мер. На период пандемии контингент сократился, сократилось количество впервые взятых на учет, увеличилась летальность, увеличилась запущенность, значительно выросла летальность на первом году жизни по некоторым локализациям, более чем в два раза, и увеличилось количество пациентов на третьей-четвертой стадии. Вот от себя, то, что я заметил на приеме, это, ну, я не знаю, как это статистически выверить, где посмотреть. После вакцинации у меня пациенты, которые находились на длительной ремиссии 4-5-6 лет, в основном мочевой пузырь рецидивировали. Связь, наверное, какая-то имеется, и то, что меньше стало значительно запущенных тяжелых больных, скорее всего, они пополнили ряды погибших в первую и вторую волну. Мое предположение. Спасибо за внимание. Спасибо большое. Вы знаете, вы сказали, что вы заметили, что после вакцинации, я заметил, что у больных, перенесших ковид, у них как раз те больные, которые находились в стадии стабилизации, ремиссии, у них начиналось прогрессирование. Очень у многих пациентов. Безусловно, инфекция, это оказывает влияние на негативное на течение онкологических процессов. И насчет мочевого пузыря, в мои наблюдения пациенты, многие, которые перенесли ковид, они получали антикогулянты. И маленькие попилярные опухоли, которые могут себя не проявлять, они начинали кровить. И за счет этого эти пациенты обращались, и мы раньше у них выявляли рак мочевого пузыря, который мы бы и не выявили, если бы они эти антикогулянты не принимали. Это тоже в случае рака мочевого пузыря, это помогало выявить рак мочевого пузыря. А рак почки, у нас появилось огромное количество пациентов с начальными стадиями, потому что им делали КТ-легких, иногда захватывали почки, они попадали в зону исследования и выявляли тоже бессимптомные маленькие образования, просто была волна пациентов с малыми опухолями почки. Согласен. Спасибо большое. Спасибо. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!